всем доброго времени суток и для вас сегодня работает качечка здравствуйте и именно на всем привет сегодня мы покажем вам второй урок простейших знаний о юнитах рима 2 total war так вот сегодня наш второй по счету урок и посвящен лучникам я взял карфаген потому что тут самые хорошие лучники у нас имеются это самые лучшие критские лучники самые хорошие полярские прачники и весьма весьма хорошие ливийские пельтасты так но начнем тестить наши юниты на пехоте веди три своих что носу вперед так вот я поделил их на группы так это копеечки получше да очень-очень бронированная 105 брони до самые бронированные копейщики в игре до круче нет так ладно здесь стоит три одинаковых отряда щитоносцев в одинаковом формации 5 человек у меня здесь один ливийский или тост один критский лучник и один блярский прачник в центре критский лучник справа прачник слева пельтаст и они соответственно будут вместе стрелять по трем одинаковым отрядом и чтобы было ясно кто сильнее то есть ну как и такая простая работа которым по идее может привести каждый ему просто это вам покажем вот такой вот форме так скажу так у пельтастов самый большой урон из всех стрелков ну там у разных пельтастов разный урон есть пельтасты у которых побольше у которых поменьше там от 40 по моему до 35 вот так же у пельтастов бывают разные обилки вот у моих у всех моих и лучников и прачников обилка перезарядка она увеличивает выстрелы в минуту количество возьмем сирийских лучников тяжелых вот например сирийские тяжелые восточные прачники у них обилка тяжел этот меткий выстрел она увеличивает урон дальность является 150 и улучников и у прачников вот ну вот мы смотрим урон снарядами вот базовый урон 30 улучников сквозь заспех 2 а у прачников базовый урон 20 урон сквозь доспех 5 то есть сквозь доспех у них урон побольше у пельтастов же дальностью лишь 80 к но их дальность компенсируется уроном который в свою очередь компенсируется маленьким боеприпасом самый большой бы припас нас у прачников 25 камушков улучников 15 а у пельтастов 7 есть еще легкие пельтасты у них 10 по моему но они страдают от нехватки брони так ну и включу я всем быстрый бег конечно мы увидим что прачники и лучники начнут стрелять раньше прачники намного ближе подходит может ручником включишь выстрел в тяжелый ну да тяжелый выстрел есть разное сейчас подожди пускать постреляют смотри вот я просто смотрю на зону поражения лучники сейчас подлагивает что было всем наглядно видно прачник стреляет пацан подошел поближе и стреляет вот здесь сейчас будет видно что не крайняя точка его зоны поражения а лучник стреляет на максимум практически лучников также есть разные выстрелы а зависит от уровня лучника огненный тяжелый и свистящий огненный уменьшает мораль в вражеском отряду свистящий выстрел уменьшает атаку ближнего боя выстрелы минуту и урон ну вот мы смотрим пельтасты здесь у нас стреляют ты кстати можешь лучником повключать разные типы выстрелов и навести на них там будет отображаться насколько меняется их атака донос 37 тяжелым выстрелом обычный 32 но и огненный делает баф на мораль где баф 15 на раме снял вот пельтасты уже мои расстрелялись и бронированным что но сам они нанесли всего лишь 26 человек это довольно таки неплохо но праздники сейчас им передачу включу всем свистящий выстрел чего он сделал он унизил понизил моральку но не на 15 на 12 всего лишь мы включим тяжелый выстрел чтобы и то есть висящий выстрел и урон снарядом 5 ну да чай тяжелый и ускоряем я уже включил тяжелый выстрел увеличивать урон сквозь заспех и уменьшать дали стрельбы до 110 у сколько пусть они уже полностью расстреляются смотри сколько прачники уже нарезаны благодаря свои 5 сквозь броню я просто лучником не сразу включил тяжелый выстрел тяжелым выстрелом они были бы были бы поопаснее ну и так лучники нас убили 25 а прачники очень 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 много жесть то что 66 прачники должны всех их перебить прачников он дарит нет 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 всех не перебьют кончились давай пока не сделаем вывод по пельтастами лучника что сделаем вывод то есть пельтасты рассчитано на то чтобы нанести максимальный урон за минимальное время какой бурстовый юнит чтобы быстренько пострелять да но как мы видим малярский прачник сейчас является самым опасным стреляющим юнитом почти 70 человек 69 вывод по пельтастам я сказал быстрый юнит чтобы нанести максимально урона в ближнем бою правда это плохо но у него отличный щит и очень хорошо защищен от пулек дальше мы это продемонстрируем лучники такой бафер дебафер хотя и наносит неплохой урон но его также можно использовать для нанесения для понижения характеристик врагов единственный минус что он и свои понижает потому что этим свистящим выстрелом буквально всех повергает в панику своих и чужих но прачники если есть возможность у них стрелять этот юнит окупится с лихвой потому что как вы видите это очень и очень бронированные круче просто нет брони ни у кого и все равно они потеряли ты кстати посмотрел что там говорят до 95 царских спартанцев я тебе говорю это такой юнит вот эти щитоносцы они только у селевкидов и македонцев да так но выводи своих мечников также царские пельтасты тоже самый лучший меч один из лучших есть конечно еще всякие варвары и все такое ну к примеру 105 у этих щитоносцев вообще копеечки что являются самым бронированным юнитом но там к выше бронены пешие самые копеечки они такие все вот броня у царских летов 770 скажу кстати в дополнение к первому нашему уроку ну и вообще что бронер броня она увеличивает массу и делает отряд более устойчивым к чарджу то есть голые юниты там есть голые варвары там всякие рост около броня слабенькая они под чарджем имеют очень большие потери просто огромные поэтому против слонов и всяких коней очень хорошо идут тяжелые юниты вот например у карфагена есть поздние ливийские гоплиты у них они стоят очень дешево у них броня 70 в общем самый такой 300 денег стоит мой любимый гоплит до посылая всех в атаку выключи автострельбу лучнику я включу тяжелый выстрел ну при разных выстрелах конечно они имеют разные тяжелый выстрел понижает радиус просто ну да и увеличивает пробиваемость брони то есть то есть до пяти до 7 до 7 до сквозь доспех даже лучше чем прачник до но и близко очень что он подошел сейчас там 100 радиус чуть дальше чем что ты вообще не направил наверно направил они уже должны стрелять это петли пельта 100 3 все ну да это 180 пельта тоже имеет пламенный выстрел бонус против здания на это вообще туфта это стоящая так но праздники уже убили двух человек пельта 100 4 хотя пришли позже а вот лучники восьмерых с тяжелым выстрелом лучники имеют больший но в общем критики лучники мне нравится больше всех за счет того что у них есть и простые выстрелы которые очень дома герны и они наносят хороший урон их могут против конных лучников постоять и могут огненным выстрелом смесить слона то что мы вам потом покажем и закусочку и тяжелый выстрел имеет общем мне нравится единственный минус это 15 боеприпасов по сравнению с 25 праздниковскими камушками вот пельта 100 уже почти расстрелись включим перемотку все пельта 100 отстреливались довольно неплохо убили почти 40 человек и очень быстро между прочим а ты включал ускорение да очень отключил до пикасты раза в три быстрее отстреливаются потому что них мало улик посмотри критики лучники убьют весь отряд сейчас если еще включить огненный выстрел то сразу бежать убегут царские пельтасти отпускает до стреляют за убивать твоих можешь поставить по второму отряду да да и праздники тоже убьют но лучники сделали это раньше своим тяжелым выстрелом он там девять человек убежала праздникам она выгоднее стрелять никто радиус они очень праздники не убили 33 человека осталось тяжелым выстрелом так особо и не постреляешь у учеников потому что у праздников то радиус больше опять тебя стреляют твои пули то дороги на них у всех отключена авто стрельба я не знаю почему они стреляют значит не у всех уводи своих мечников так иди умри подожди убей моего плярца добей сачарджу тебя сейчас так все я веду следующий отряд в виде пики пики это самый наименее бронированный юнит вот они хороши только при лобовой так как мы уже говорили в первом уроке ну все нажимаем атаки то что мы хоть тестируем мы тестируем у меня один праздник на твоего праздника один пельтаст критический лучник на твой праздник и один и один каждый тип юнитов против моих пельтастов дешевых 380 праздников да да праздник да ну конечно же праздники на праздник 100 процентов выиграют мои юниты просто дороже просто у северкины не располагают болярскими праздниками и расскажем так если бы у меня были радовские праздники болярские праздники их все равно перебили да это главная информация там по моему они на чуть-чуть быстрее чем болярский но я белку прожимать не буду да почему можно и прожать до твоего все втроем прожмем и ты тоже прожми свой мы не очень я белка у меня усиление урона против легко бронированных юнитов она мне кажется не особо профита будет они просто потом устанут так центральный отряд уже умер до праздники уже критики лучники уже убили вот его мы видим что критики лучники кстати очень даже неплохие но празднички сейчас догонят их да вот и праздники догнали а пельтасты пока бежали но мы видим что пельтасты пока бежали потеряли всего двух человек благодаря тому что они бронированные у них хороший щит легких пельтастов не смогли добиться такого результата и восточные как имитатели легкие тоже так все я уваживаю хотя я я их уведу я тоже этих отведу потом теперь веди пельтасты давай не угоди далеко аутером пульки кончились не пульки не кончились но я все равно виду что что-то эксперимент побитый верно видишь примерно 40 человек оставалось 40 от 40 до 50 и они разбежались там где побольше получается смотри сколько мои убили 46 там раэр упал из-за бега из то что твои бегут уже поэтому в каком-то ради побольше либо смотри всего лишь ливийских пельтастов было потеряно всего лишь три то есть они очень хорошо все показали но критского лучника всего лишь 1 убил ты даришь не видимо потому что они стреляли больше то есть они меньше под обстрелом находились так ну и посылаем и у меня здесь вот критский справа пельтаст слева прачник да сразу на атаку ну вот при таком раскладе когда против нас тут пельтасты выгоднее было бы отбегать прачником и отбегать критским лучником потому что такой близкой перестрелки у пельтастов явное преимущество броня 55 а моего про пельтасты тоже броня 55 но я просто схитрю и включу тяжелый высыл когда они подбегут вот я переключаю тяжелый выстрел и включаю всем перезарядку но пока они бежали критские лучники убили всего два человека и прачники тоже его сейчас прачники в ближнем бою конечно же от пельтастов проиграют у них проиграет им ценового выстрела 10 человек уже упала сушитель виски пельтасты тоже слились не убили ни одного почему-то я наверно там не послал мне пока там у меня перезарядка против лучников она более эффективно так вот сейчас на левом фланге мы видим мой слон стреляй огненно выстрел по нему стреляй стрелять на твоем правом в кучу заведи подведи своих этих без пуля стрелков под слона что он их потоптал так она так потопчет я уже подвел нормально он может на меня побежит нет и побежит моих ближе стоит так ну что у нас здесь здесь у нас те которые с критскими про и стреляются проигрывают явно те которые с прачниками на равных но прачников небольшой перевес за счет пробивания брони а пельтастом вообще все нипочем они подошли и уничтожают лучников большой щит играет рост слушай а слон реально тебя побежал они сейчас вернется вот огненный выстрел бесит слона то есть он выходит из-под контроля и начинать бегать и крушить все подряд что попадается на пути поэтому сейчас вот мои и виски пельтасты начнут гибнуть и вот эти вот лучники вот он убегать их убивает все центральное проиграли критским в пух и прах до центральные проиграли депельтастом проиграют а вот прачники тут борются на равных нет прачники пульки кончились прачники нет пульки не кончились так а здесь смотрите на другом фланге по одному слону стреляют пельтасты уже сколько они один выстрел сделали сейчас сделать второй выстрел и вот уже с третьего выстрела я думаю начнут гибнуть слоны критские лучники тяжелым выстрелом стреляют тоже стреляют смотрите прачники сбесили слона за счет пробивания брони а эти слоны начали бесить из то что они начали гибнуть и только лучники до в центре да но они и стреляют тяжелым выстрелом а вот сейчас слоны тоже бесились но это из-за того что гибнут тоже ну в общем мы смотрим что прачники тоже хорошо без и слонов наверное из-за своего пробивания брони ну а пельтасты очень хорошо их убивают слонов этих самых смотри ты полностью отстрелялся перед тастами там нет я имею ввиду против лучников и у тебя еще осталось довольно таки большой отряд которыми как мои лучники очень сильно покоцаны в принципе благодаря твоему ближнему бою их можно еще использовать для каких-нибудь фланга так или для создания массы чтобы просто испугать врага все видишь не подходят мои лучники боятся но он сейчас умрет на правом перест перестал по ним стрелять потому что вообще очень тяжело убить на пельтастом уже весь боезапас использовал да пельтаст использовал весь свой боезапас чтобы убить слона это там один слон остался два слона стали живых живыми я лучниками его дострелял но прачники смотри прачники очень хорошо убивать слона да вот критские лучники намного хуже справляется с этим даже учитывая что у них тяжелый выстрел прачники убивать слона быстрее и они его еще и бесят ну и все и закончили слоны на этом даже жалко его пускай бежит бедняга нет он он не должен умереть не убивая его я люблю слонов итак прачники универсальный юнит если он дорогой дешевые прачники себя не очень хорошо показали пельтасты как и ожидалось тяжелые с большим щитом вот эти вот тяжелые пельтасты обычные пельтасты с большим тяжелым щитом очень хорошо противостоят выстрелам когда могут прикрыться щитом но спина умирает также как и все остальные вообще в спину если вам стреляют это наносит очень большой урон лучше не подставляться потому что те юнит у которых большая броня вот мы сейчас а ну ты скажи сколько там у тебя броня сколько щит у учит носов потому что я не могу прочитать сейчас сейчас броня делится на 2 до 2 подкатегории уровень щита и базовое значение так вот базовое значение брони 70 уровень щита 35 уровень что 35 когда мы строим в бок и в спину мы соответственно соли мимо что то что соответственно очень серьезно уменьшает уменьшает броню ну которая действует а вот один слоник убежал все-таки красавчик убил то став уровень щита 20 лишь так у них броня 35 но в общем то все прачники вот несмотря на то что огненным выстрелом бесит лучники слона прачники оказывают более эффективное действие на слона